Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова было примерно и это только в Николаеве или где-то еще? Пока, пока только в Николаеве, конечно, провожу. Сколько мастер-классов, ну, вы знаете, с 2013 года я их веду, сейчас я начала более активно просто этим заниматься. Что мы заметили по фейсбуку, для которого вас нашли. Да, 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 вот. Ну, каждую, каждую субботу и воскресенье я стараюсь проводить разные материалы в разных техниках, это и акварель, и пастель, и батик, планирую еще добавить масло, вот, и фэшн-иллюстрация тоже сейчас очень популярная, ну, в других городах, по крайней мере, это Одесса, Киев. Надеемся, что и Николаев к этому подключится. Да, я надеюсь эту тему тоже сюда ввести и что она тоже будет у нас. А по поводу вот этих техник, где вы обучались этим техникам и как давно этим занимаетесь? Ну, рисую с детства, с двух лет, можно сказать. Вот, училась в нашей Николаевской художной школе, училась в Киевской республиканской художной школе, училась также в Киеве на архитектурном факультете и заканчивала тут в Николаеве наш институт культуры. Ну, то есть, со спокойной душой приходите преподавать и объяснять, потому что знаете, что есть навыки и умения. Я предлагаю, да. Ну, как могу начать? Да, я все время отвлекаю, предлагаю и нашим зрителям тоже понаблюдать, как же это все происходит. Мы используем специальное... Это пастель, это пастельные мелки, это специальный профессиональный материал, это специальная бумага, я тоже принесла. Вот так раз по поводу бумаги весьма интересно, потому что она такая вот, структура у нее интересная. Да, да, она структурная, это специально для того, чтобы ячеечки наши заполнялись нашим материалом. Вот, бумага для пастель, она тоже цветная, обязательно, потому что на белой, как бы, очень сложно, придется очень много рисовать, чтобы заполнить полностью лист и проще все-таки рисовать на цветной бумаге, она абсолютно разных цветов есть. Ну, можете посмотреть, показать работу тоже. А я, да, вот как раз параллельно уже, чтобы вас не отвлекать, но все-таки попрошу комментариев. Это пастельные работы, я как раз его не принесла, это тоже можете обратить внимание, что цветная бумага, вот, и пастельные мелки. Так, показываю. Идем дальше, что называется. Показываю еще. Можно перевернуть. Да, а я же... А, да, 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 теперь увидел. Вот так, друзья, утро, они все еще проснулись, я в том числе. Просыпаемся все вместе. Так. Это, кстати, копия Ван Гога. Вот, у нас был прошлый мастер-класс, это копия Ван Гога пастелью. Вот, это работа, нарисованная как раз мной на этом мастер-классе за три часа. И остальные люди, которые приходят уже рисовать с нуля, они за три часа тоже все успевают и получаются очень здорово. Круто. То есть, можно, скажем так, посетив мастер-класс, еще сделать себе несколько копий известных картин, которых хотелось бы. Несколько одну. Ну, одну, а дома потом еще несколько. Да, дома можно сколько угодно. И тем самым сэкономить свой домашний бюджет, поймев эту картину себе дома. Да, сказав, что это оригинал. А по поводу фэшн рисунков, их тоже хотелось бы показать сейчас нашим телезрителям, чтобы понимали люди, что это, к чему это, и услышать ваш комментарий, где это используется и как к этому научиться? Ну, смотрите, используется фэшн-иллюстрация много где. Она используется в фэшн-журналах. И сейчас очень популярная тема для рекламы. И сейчас просто входит в моду, в тренд ручная работа. То есть, ручная работа акварелью, разных техник абсолютно. Это тушь, маркеры, фэшн-иллюстрации используются. Вот. И оно, как бы, набирает популярность именно ручная работа. То есть, цифровая техника уходит на второй план. Вот. А то, что выполнено вручную, оно может использоваться и в полиграфии, и в рекламе. Но выглядит настолько реалистично, вот то, что, например, демонстрируете на мастер-классах уже как готовые работы, что у меня было в начале ощущения, что это были фотографии, которые потом там в фотошопе, например, используются с рассмытием и так далее. Очень реалистично, очень красиво получается. Человек за сколько может научиться это рисовать? Или за один мастер-класс тоже это реально? Вы знаете, на мастер-классе я все-таки даю одну какую-то технику, и человек может научиться рисовать что-то, ну вот что-то одно. Например, это может быть сумочка, это может быть духи, это может быть какой-то фэшн-портрет. Вот. Ну, кстати, вот планирую я в ближайшее время запустить фэшн-курс, так что всех приглашаю. Я думаю, что тема эта очень интересная, очень творческая, особенно для женщин, которые любят фэшн. Потому что парфюмерия не только у себя, да, будет и всякие сумочки, и все остальное, но еще можно нарисовать это. Да. Сделать легкий намет, например, своему мужу. Ой, смотри, какая хорошая, красивая, да? Хотелось бы себе такую. Так что, как только будут курсы, мы вам сообщим, друзья. А я предлагаю теперь уже не отвлекая вас посмотреть дальше, что же и как происходит. Друзья, вам предлагаю всем сейчас немного просмотреть, и, наверное, предложу вам музыкальный клип для того, чтобы поднять вам еще больше настроения с утра, после чего увидим уже готовую работу. Так, вот сейчас несколько еще штрихов. Боже, как это все прорисовывается. Мне, человеку, не рисующему, кажется, это невероятно сложно. И мне кажется, что так оно и есть. На самом деле все так думают, но потом приходят и понимают, что ничего сложного тут нет. А есть постоянные, те, кто вот уже научившись чему-то одному, приходят дальше учиться? Вы знаете, в основном все-таки люди приходят попробовать и перестают ходить. Мне сложно сказать, с чем это связано. Может быть, это какая-то детская мечта, которую человек удовлетворил, ему достаточно. А вот, ну, я надеюсь, что курс все-таки будут посещать, да, посещать полный курс, потому что это будет 8-12 занятий, и все-таки будут пробовать и развиваться больше. Но эмоции получают люди невероятные, потому что это действительно такая вот арт-терапия. Мы, если честно, перелинковались благодаря нашей постоянной гости студии, Светлане Осипцовой, которая тоже была у вас на мастер-классе и под впечатлением написала отзывы. Мы, соответственно, уже увидели, что постфактум был такой вот мастер-класс. Поэтому, ну, она вот, я так понимаю, что научившись, теперь продолжает уже самостоятельно как-то это. Мне бы очень этого хотелось. Поэтому, друзья, я сегодня тоже, может, получу такое максимальное вдохновение и тоже займусь рисовкой. Будем тогда разыгрывать картины в эфире. Отже, мы продолжаем створить вот такой шедевр. Я пока что покажу телеглядачам, что же мы створим. И я так понимаю, что остается буквально несколько минут для того, чтобы увидеть уже готовый результат. Это, на самом деле, выглядит настолько так легко, но я понимаю, что там, где выглядит легко, это тот и теничная работа. Там очень много работы. Так, есть, повертаю на место. Ну, и, конечно же, готовитесь к тому, что руки у вас будут черно-белые, золотые и так далее. Дивлюсь, что все, який колор будете использовать. Но зато это такой кайф, работать именно руками. Так, домальовываем. Есть. Круто. Круто. А, взагалі, хто привив любовь до малювання і взагалі до того, щоб цим займатися? Взагалі, у меня родителі архітекторы просто. Так, це вже пішло. У меня бабушка моя ліпила із глины. Моя прабабушка художниця-самоучка. А поэтому, мне кажется, у меня такое наследственное. То есть, это уже пошло по генам? Да. Я понял. Так, есть, да? Угу. Отлично. Ну что, можем показать результат? Да, можем показать. Круто. Так, я сейчас сделаю. Можно эффект, да? Есть, круто. Мечтал всю жизнь это сделать. С чужой готовой работой представляю, что вроде бы это моя. Вот так, друзья, видите, как человек может с обычной картинки создать настоящий шедевр. Спасибо вам большое. Реально, очень круто получилось. Я под впечатлением, потому что просто пустой лист был. Могу оставить вам в подарок. Только за. Мы только за. Вам спасибо. Но и обязательно сейчас во время сюжета от вас автограф, либо даже это лучше сделать. Ну что ж, друзья, вот так. Сегодня мы научились и узнали, как используют акварель в рекламе. Посмотрели, что же такое пастель. Ну и, конечно же, хотелось бы еще раз напомнить, что сегодня общались с художницей Евгенией Краснопольской. Я надеюсь, уже с нашей со временем постоянной гостьей студии приглашаем вас еще. С удовольствием. С огромным удовольствием будем наблюдать, как создаются так легко, красиво такие вот картины. Ну и чего бы и нет, оформите еще студию.